В Люберцах состоялся 4-й областной форум председателей Советов многоквартирных домов «Управдом». В нем приняли участие председатели и члены Советов МКД, Общественной палаты Московской области, представители федеральных и региональных органов власти и многие другие. В ходе форума жителей дома на улице Кирова в Люберцах накрадили за победу в конкурсе на лучший подъезд Подмосковья. «Управдом» — уникальный всероссийский форум. Идея создания этого проекта появилась в Управлении социальных коммуникаций Московской области. В Люберцах он проводится уже в четвертый раз, только в этом году уже в статусе областного. «Очень отрадно, что четвертый форум уже проходит. Когда мы проводили первый, честно говоря, мы не верили, что будет второй и третий. Надо отдать должное Андрею Юрьевичу. Он тогда первый раз встретился с нашими Управдомами. Это была непростая встреча, потому что действительно очень долго не велась никакая работа. Нам досталось тяжелое наследство, и Андрей Юрьевич отважно встретился с этими неравнодушными и в тот момент даже сердитыми гражданами. Почему, кстати, в том числе и в Люберцах мы сегодня проводим. На тот момент только в городском округе Люберца, тогда еще был Люберецкий район, была более-менее выстроена какая-то работа. Были во многоквартирных домах почти во всех уже созданы советы. И Ваим Петрович тогда послужил в том числе и неким примером, от которого отталкивались другие территории по созданию Совета многоквартирных домов. Для Люберецкого округа проведение такого крупного форума – важное событие и отличная возможность для обмена опытом с другими муниципалитетами, отметила глава Владимир Ружицкий. Также перед гостями он отчитался о проделанной работе в округе в сфере ЖКХ. Могу сказать, что в этом году такой прорыв мы совершили, я думаю, что другие муниципальные образования также. Это что касается такой программы губернатора, как мой подъезд. Поэтому, что касается подъездов, у нас в планах было 1298 подъездов, мы с этой задачей справились. Что касается капитальных ремонтов, тема сложнейшая. В этом году мы уже отремонтировали из 183 домов 98, и я думаю, что в следующем году, до июля месяца, мы эту работу завершим. В этом году мы также у себя благоустроили 69 дворовых территорий. Помимо этого, в муниципалитете была проделана большая работа по увеличению количества парковочных мест. В этом году только на придомовых территориях появилось около полутора тысяч машин и мест. Проделанную работу в округе отметили и приглашенные на форум спикеры. В целом, я хочу сказать, что любят у нас лидеры по всем направлениям практически благоустройства. Это и капитальный ремонт домов, и благоустройство дворовых территорий. А если говорить в целом по Московской области, то мы в этом году выйдем на практически 29 тысяч отремонтированных подъездов. Мы перевыполнили почти на 15% план по комплексному благоустройству дворовых территорий. При плане 1460 территорий сегодня мы говорим о том, что сдано и сегодня уже есть в ГАСУ 1605 дворовых территорий. Что если смотреть итоги года, сейчас вышел вчера рейтинг медиалогии реализации указов президента. И там, в общем, Московская область на первом месте по реализации указов президента в сфере ЖКХ и госуправления. На мероприятии отмечали роль общественников в содействии представителям профильных ведомств по работе в ЖКХ. Наши главные помощники – это вы, управдома. Потому что, так сказать, нет лучшего контролера, чем активный собственник. Он также подчеркнул, что активные и грамотные собственники помогают выявлять особенно острые проблемы в сфере ЖКХ. Далее более плотная работа по решению проблем граждан продолжилась на четырех секциях форума. В этом году на одной из них обсуждали роль общественных советов в восстановлении военных городков. Эта непростая ситуация уже привлекла внимание президента Владимира Путина. Более того, Чупрахов Александр Анатольевич дал поручение администрациям регулярные встречи со старшими военных городков проводить и докладывать, рассказывать о текущей ситуации, на какой стадии находятся. Но видим, что в этом направлении, видимо, и муниципальное образование западает. Ну и мы где-то в части своей, может быть, недостаточно регулярно информируем вас. На секции также было отмечено, что чуть больше года назад началось создание дорожных карт по восстановлению инфраструктуры военных городков. В целом, с 2012 по 2017 годы на баланс Московской области и муниципалитетов были переданы 258 городков. На других секциях, например, по общественному контролю за капитальным ремонтом многоквартирных домов, граждане просили устанавливать камеры видеонаблюдения во всех лифтах, а также помочь разобраться с некачественными работами по капитальному ремонту. Пишите конкретный адрес. Это вопиющий случай, что два раза закатали проблю. Мы выйдем, посмотрим, пригласим и Министерство ЖКХ, и Фонд капитального ремонта, и у нас будет диалог, да, и будем смотреть, потому что не ошибается только тот, кто не работает. На другой секции обсуждали взаимодействие советов многоквартирных домов с управляющими компаниями. Здесь было подчеркнуто, что теперь подрядчик не может приступить к работам по капитальному ремонту, пока собственникам не будет предоставлена смета. Также одна из секций была посвящена участию общественников в реализации программы «Мой подъезд». Отметим, в рамках форума были награждены победители конкурса на лучшую входную группу Подмосковья. С итогами проделанной работы форума можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты Московской области. Мария Антонова, Александр Богданов, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.